Городообразующее предприятие моногорода Инты будет жить и развиваться. Это, пожалуй, главная хорошая новость, которую узнали интинцы на общественных слушаниях программы развития. Точки роста муниципалитета население приполярного города обсудило накануне с губернатором Сергеем Гапликовым, правительством республики и местными властями. Наметили перспективы и для сельского хозяйства, туризма, малого и среднего бизнеса. Ольга Коняева подробнее. Интинцы с нетерпением ждали этого события, с надеждой на хорошие новости. Жизнь моногорода напрямую зависит от будущего интинской шахты, которую уже несколько лет пытаются возродить. Скажем так, проблемы есть, проблемы серьезные. Хотелось бы, чтобы нас все-таки республика не оставляла и помогала. Болеть за город, нормальное состояние горожанина, который любит свой город, который хочет в нем жить, что-то для города сделать. И, наверное, получить от него какую-то отдачу в плане того, чтобы можно было здесь продолжить свою жизнь. Дети здесь могли бы жить. Я живу очень давно в этом городе. Я его люблю. Я болею за его будущее. И поэтому я сегодня здесь. И, конечно, то, что мы сегодня услышим, мы должны это знать. И город должен это знать для того, чтобы как-то людей успокоить, знать перспективу города. Думаю, что будет хорошо. В течение интинцев оправдались. Руководитель шахты объявил, в ближайшее время предприятие намерено полностью погасить свои долги и возобновить все производственные процессы. При содействии правительства Коми шахта получила аванс за продукцию в размере 77 миллионов рублей. Еще один заим в стадии получения. Сейчас забывается 150 тысяч тонн угля в месяц, но этого мало. В ближайшие 2-3 года на шахте необходимо произвести модернизацию оборудования и сократить издержки. Уже в ноябре этого года будет создано новое предприятие, для которого сейчас ищут эффективного собственника. В те же сроки может быть осуществлен перевод работников в новое предприятие. И здесь хочу добавить, что все работники, которые работают сегодня на шахте, будут переведены в новое предприятие. Никаких сокращений, увольнений не будет. Рентабельность предприятия руководство предлагает поднять за счет технического перевооружения горно-обогатительной фабрики, которая сможет выпускать более качественный уголь и конкурировать с Кузбассом и Хакасией. Впрочем, для качественного роста нужно открывать и другие предприятия, отметили на слушаниях. К 2018-му в Инте планируют производить брикеты из угольного шлама. Этот проект обеспечит рынок энергоресурсами с низкой себестоимостью, новые рабочие места и ежегодный доход в 6 миллионов рублей. Впрочем, уголь – это не единственный ресурс шахтерского городка. Тимана Печорская газовая компания проводит разведку на лицензионных участках Кентинского месторождения, по результатам которой планируется выйти на уровень добычи газа в объеме полутора миллиардов кубических метров в год и начать строительство газоперерабатывающего завода по производству метанола. И в рамках этого проекта будет создано около 500 рабочих мест. Большой комплекс работ выполнен, и практически все они не только вокруг Индинского месторождения, как здесь обозначено, но вокруг Кожинского, вокруг Кубинской площади, вокруг Леминской площади. Это одна из перспективных задач, которая активно решается коллективом российских газовиков. В перспективе и разработка месторождения марганцевых руд, которые по качеству и количеству запасов лучшие в России. В проекте возобновление добычи до 200 тысяч тонн в год. Пока российские предприятия закупают руду за границей. А вот месторождения кварца в Индинском районе будут модернизировать. Кстати, здесь же на месторождении желанном реконструируют турбазу, построят канатную дорогу для лыжников. Индинцы тут же высказали свои предложения по развитию туризма. Нужно в первую очередь сделать автодорогу от Инты до Печоры и улучшить качество ЖД-перевозок. Я понимаю, что это не вопрос одного дня, не одного года, но у нас есть зимой, допустим, дорога технологическая, газовикистовая, конкретно с турбазом Салфин. Вот хотелось бы, чтобы, может быть, каким-то образом они не пускают на эту дорогу никого, кроме своей техники. Хотелось бы, чтобы, может быть, договориться каким-то образом, чтобы она стала доступна для обычных автомобилистов. Но погоны, которые ходят к нам на север, очень старые. Погон без биотуалетов, без кондиционеров, с разломанными полками. Зимой стекла промерзают насквозь. Нам бы хотелось, чтобы за такие цены мы ездили в хорошие, комфортные условия. Тем более, что если мы планируем развивать туризм, у туристов не должно испортиться впечатление о нашем севере. Сергей Гапликов интинцев поддержал и сообщил, переговоры с РЖД ведутся. Транспортные артерии будут. Транспортная магистраль, о которой мы сейчас говорим, она должна быть в приоритете. Мы ее в приоритет поставили. Поэтому, конечно, это не одного года работа. Но, тем не менее, я уверен, что в ближайшие годы мы сумеем с этой задачей справиться. У нас появится комфортабельная дорога между Печурой и Интой. Поддержка малого и среднего бизнеса – еще одна точка роста района. Уже ведутся переговоры по проекту приема дикоросов от населения и постройке цеха глубокой заморозки, консервации грибов и ягод. Для работы будут привлечены сельские жители. Это временная занятость для тысячи человек. В 2017-м планируют открыть производство бутилированной воды, в 2018-м – приработку рыбы. Амбициозные планы и у главного сельскохозяйственного предприятия Приполярного района. По сути, это возврат к былым объемам. Если оглянуться и посмотреть на несколько лет назад, то мы увидим, что в 2008-м году агрокомплекс «Интарь Приполярная» производил 42 миллиона штуки яйца в год. Это в два раза больше, чем будет произведено в 2016-м году. Объем производимого молока в 2010-м году достигал 718 тонн в год. Это на 19% больше, чем сегодня. Поголовье оленей в республике Коми в 1990-м году составляло 123,6 тысяч голов. Это на одну треть больше, чем сейчас. Интинцы предложили разводить коз. Вспоминали времена, когда в Инте шили пимы и когда в городе работало тепличное хозяйство, которое обеспечивало экологически чистыми продуктами все население. Я весьма удовлетворен, замечательно. А такой оптимизм, тот оптимист, что шахта будет жить, значит, Инта будет жить. На шахте работает наш сын. Конечно, мы за то, чтобы шахта сохранялась и работала. Я думаю, что если Инта поддерживает народ, то я думаю, что они будут осуществимы. То есть, в принципе, мне понравилось это предложение. То есть, в принципе, можно все осуществить, если, конечно, будет поддерживать нас республика. Мы представляем шахту Интауголь, да, и у нас все вопросы, конечно, и мы слушали очень много по шахте. Вот эти перспективы развития шахты, да, очень много интересного, соответственно, и по вагонам, и по железной дороге. Это очень важно, как бы. И я думаю, да, нам бы это все сбылось, мы были бы очень и по рикетированию, и по всему. Мы были бы счастливы. Соответственно, и зарплата бы, и все повысилось, и люди бы были бы, ну, я думаю, все были бы довольны. Все проекты, уже внесенные в программу развития района, по расчетам, должны принести в бюджет города больше 200 миллионов рублей, которые пойдут в том числе и на благоустройство, ремонт дорог, домов и коммуникаций. При всех сложностях, которые происходят на шахте Индинская, вы видите, государство набросает их. Делает все для того, чтобы оно устойчиво работало, выходило из определенных нюансов, были соответствующие средства и ресурсы. И, конечно, как бы сегодня, кто бы не относился к перспективам, я могу сказать, что только совместными усилиями эти перспективы можно реализовать. Но если эта возможность будет в другом реализовать все перспективы Индинской, построить новые предприятия и дать возможность людям пройти переквалификацию, получить новые рабочие места, более высокий уровень оплаты, я все для этого сделаю. Поэтому я здесь. Все предложения жителей, прозвучавшие в рамках обсуждения, будут тщательно изучены и добавлены в перспективный план развития района, который станет частью большой программы возрождения Республики Коми. Ольга Коняева, Александр Кулясов, Алексей Маннов, телеканал Юрген, Индинский район.